Приветствую вас на канале, меня зовут Александр. Несколько лет назад я приобрел на Алиэкспресс вот такие вот радиовыключатели компании Levole, установил их и теперь с удобствами, не вставая с постели, регулирую с помощью такого сенсорного радиопульта освещение в спальне. Ссылка на продукцию данного бренда будет под видео. А сегодня мне на обзор предоставили вот такой выключатель с возможностью измерения мощности, потребляемой нагрузкой, который является элементом умного дома и управляется дистанционно с помощью интернета. Я проживаю не в замке, не в усадьбе, но обычно на уровне и в квартире, поэтому я не сторонник устройства в нем умного дома. Однако, возможно, кому-то из моих зрителей этот товар будет интересен. Давайте с ним познакомимся. Погнали! Предприятие IT производит разнообразные устройства для организации умного дома. Данная модель под названием Son of Power была приобретена в магазине с таким же названием Son of. Ссылка будет в описании под этим видеороликом. Мне ее предоставили на обзор вот в таком виде, то есть это макет, назовем его уже умной розеткой. Здесь еще присутствует эта крышечка, я ее снял. Коробки инструкции у меня нет, вы можете с ними ознакомиться в видеороликах других авторов. На YouTube их огромное количество. Здесь же я поделюсь своим мнением об этом устройстве. Значит, корпус имеет габариты 110 на 50 и на 32 миллиметра и выполнен из вот такого бело-серого пластика. Корпус коммутатора универсальный. Здесь имеется отверстие под разъем. Некоторые модели содержат разъем для подключения датчика температуры и датчика влажности. В этой модели Power его нет. Это чистый измеритель мощности и коммутатор. Значит, здесь вот под крышечкой размещены клеммники. Нумерация подключения размещена вот здесь, вот проиллюстрирована на корпусе. То есть входящие 220 вольт мы подаем на вот эти клеммники 2. Вот это фаза 0. Дальше выход 0 и фаза идет в нагрузку и 2 клеммника это земля. На его поверхности есть два светодиода, красный и синий. Светодиод синего свечения со значком Wi-Fi, если вам будет заметно, имеет четыре типа мерцания. При пропадании связи с роутером это первый вариант, редкие одиночные мерцания. Что означают часто одиночные мерцания, я не знаю. При поиске связи с роутером три мигания с небольшой паузой. Постоянное свечение при установлении связи это рабочий режим. Светодиод красного свечения сигнализирует о режиме, когда выключатель подает сетевое напряжение на нагрузку, то есть контакты встроенного реле замкнуты. Однократным нажатием на единственную кнопку на корпусе можно управлять реле, то есть замыкать и размыкать подачу напряжения на нагрузку. В инструкции размещены QR-коды для установки приложения Evelink. Вот оно имеет такой вот ярлычок на смартфон под управлением Android или iOS. Я это приложение установил из Play Market. Так и называется Evelink. Оно какое-то с иероглифами китайского происхождения. Управление осуществляется через облачный сервер. Для начала вам потребуется создать аккаунт. Традиционно там вводите электронную почту, получаете на нее четырехзначный код, вводите этот код, регистрируете потом в кабинете уже пароль, после чего вас выбросит и снова входите в аккаунт со своим паролем. Далее подключается устройство в нужном вам месте, к нужной нагрузке и зажимаете на пять секунд вот эту единственную кнопку. Пока, как я и сказал, там должно быть трехкратное мерцание и потом пауза. Вот в таком моменте. После этого мы запускаем приложение под своим аккаунтом. Здесь будет предложено зарегистрировать устройство, нажав на плюсик. Нажимаем плюсик и далее. Так, вот, нашло устройство. Можно изменить его имя здесь, например, назвав ее умная розетка. Завершить. Да. Вот, появилось у нас устройство и светодиод, как видите, стал постоянно гореть. Значит, если вы находитесь в одном помещении с коммутатором, то вы управляете с помощью Wi-Fi. Вот значок, то есть можно, как видите, состояние меняется. Включить и выключить нагрузку. Если вы находитесь на некотором расстоянии, можно включить мобильные данные. Так, вот они подключились и также управлять уже через интернет этим коммутатором. Так, из приложения можно с помощью устройства подключить нагрузку к источнику питания или отключить ее. При этом заявленный ток нагрузки, как указано здесь на корпусе и инструкции, это 16 А при напряжении 200 до 250 В. И онлайн контролировать потребляемую мощность. Настоящее время 0 Вт. Так, уже изменилось на 7. Значения этой мощности, снимаемые с установленного внутри корпуса шунта, не очень точные. Вот 9 Вт, 10 Вт. Поскольку эта лампа энергосберегающая, то она очень долго выходит на рабочий режим. Также можно задать включение и выключение нагрузки по определенному расписанию в течение нескольких дней, перейдя в ярлык расписание. Так и называется. Нажимаем плюсик, создаем расписание. Или же можно задать расписание в течение одного дня, нажав на ярлыки таймер или цикличный таймер. Также плюсик, тоже или включить нагрузку или выключить и в какое время. Часы, минуты, день. Но, по сути, все эти меню, они как бы дублируют друг друга. Через ярлык поделиться можно предоставить управление данным коммутатором другим пользователям, зарегистрированным в данном облачном хранилище. Включим нагрузку. Теперь, запустив импровизированный будильник, вот здесь проиллюстрирован, можно запустить измерение потребляемой электроэнергии в киловатт-часах и оценить это потребление потом графически, если мы перейдем на соответственность значок с молнией. Здесь все графически будет проиллюстрировано. Если нажать на три точки в верхнем правом углу, здесь вот есть такой, можно удалить это устройство или перейти в настройки, где можно изменить имя устройства. Покажу вам поближе. Изменить имя устройства, ознакомиться с версией программного обеспечения. Включить-выключить вибрацию при переводе устройства из одного состояния в другое. Включить получение уведомлений. Если кто-то изменил состояние коммутатора принудительно, вы находитесь вдалеке и вам пришло уведомление, что состояние нагрузки изменилось. Вот как сейчас. Раз. И здесь будет вся история изменения состояния коммутатора. Тут только 10 позиций последних сохраняются. Ну а также задать первоначальное состояние, которое примет устройство при внезапном пропадании и последующей подаче электроэнергии. Ну, как правило, ставим выключение, а не включение. Есть еще положение запомнить. Все эти настройки передаются на коммутатор и хранятся в его флеш-памяти. Устройство не оснащено встроенной батареей для поддержания этой памяти в постоянном рабочем состоянии. При ее обесточивании устройство получит сохраненные настройки уже из аккаунта на облаке при возобновлении подачи электропитания. Это я уже проверял, это реально работает. Если пропадает питание на самом устройстве, на коммутаторе, то есть соответственные нагрузки, то оно автоматически подключится к роутеру после подачи этого питания. Если же при этом обесточен и роутер, то Wi-Fi коммутатор у нас также подключится к роутеру уже после подачи питания на роутер буквально через несколько секунд. В аккаунте, если нажать на вот такой ярлычок, закладка с профилем головы, можно управлять группой, создать сценарий работы устройства, изменить язык, изменить имя, задать новый пароль и выйти из аккаунта. Где это можно использовать, я не предполагаю, и сколько я смотрел обзоров, никто толком не смог предложить какое-то назначение этого коммутатора. Большинство современных бытовых приборов оснащены своими контроллерами с функцией таймера, и теплый электрический пол небольшой мощности снабжается термостатом. И к тому же здесь низкий ток потребления, всего лишь 16 А, ограничивает использование этого прибора. На мой взгляд, это абсолютно бесполезная вещь, как и всякие умные розетки. Если кто не согласен, предлагайте в комментариях реальные серьезные сферы использования этого Wi-Fi коммутатора. Я же скептически отношусь к такой продукции. Ну а вам спасибо за просмотр, с вас оценка видео и подписка на канал. Удачи, скоро увидимся, пока!